здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко сегодня у нас депутатская программа гостях у нас андрей анатольевич хромов депутатца это депутатов городского округа люберца здравствуйте андрей анатольевич раз вот но мы всегда с депутатами ведем обычно у нас такой мини прием можно сказать то есть вы немножко рассказываете о том что происходит у вас на округе ну а потом уже по ходу мы какие-то конкретные темы обсуждаем но прежде вы пришли к нам с книгой такой большой которую виды сейчас все на ней написано жириновский навсегда да ну хотел бы рассказать что я представляю партию лдпр и руковожу ей в городском округе люберцы избираюсь всегда от нее являюсь депутатом и поэтому можно сказать когда у меня нету округа потому что мы я избираюсь по седьмому избирательному округу но как правило жители всего городского округа те которые раньше пытались обратиться к жириновскому еще кому-то мы знаете между собой смеемся найти когда люди прошли все инстанции и уже кассационные суды отказали они потом как правило вспоминали про жириновского и приходили к нам в приемную с обращениями помочь когда все но маму как бы да 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 конечно не конечно они же обращаются к самому мы отвозили у нас вы знаете в партии было так что жириновский всегда приучил что у нас нету различия между депутатами уровней там муниципальных региональных или федеральные депутаты госдумы у нас каждая депутат госдумы всегда готов принять выслушать и помочь депутата муниципального то есть обращение помощь жителям от депутата любого ранга мы сами решали этот вопрос то есть от какого удобнее от какого получится быстрее и всегда имели возможность обратиться и воспользоваться вот этой такой можно сказать услугой такая безделение на он выстроил выстроил таким образом работу она выстроилась что очередной это помочь людям а кто это будет делать то есть никогда не было деления никто никогда не перетягивал на себя дело кому обратились еще что-то можно оставаться в тени у времени прошло вроде как немного то есть вот такое ощущение жириновский как вы тут ас написано всегда последние годы особенно он практически не исчезал из экрана он все время был в пространстве в медийном и вот вы выпустили это примерно ваш партия выпустила книгу да да мы такую книгу выпустили я с удовольствием хочу вам подарить жириновский навсегда здесь наверное основные последние его работы здесь фотографии памятные то есть но я думаю время проходит как вы говорите он с эфиров в общем-то не упа покажем надо с эфиров он практически никуда не уходит это сегодня если как с нами в эфире да да такая книга интересная которая сделана в таком а-ля стиле как раньше был марксизм ленинизм так вот такая была значит ну и здесь много всяких фотографий вот собственно говоря потому что ну конечно больно наиболее медийный наверное политик в стране был самого первого с 90 года фактически с 89 начинается деятельность как политика вот я почему еще об этом вспоминаю спасибо за подарок потому что у нас было с ним большое интервью вот 2014 году который сейчас еще до сих пор многие цитируют потому что как известно жириновский у нас казался таким пророком но мы к нему вернемся финале программа сейчас давайте о делах депутатских и так какой округ 7 7 7 округ октябрьский поселок это малаховка мэс страна с этой железной дороги мы от нее избирались уже второй раз я избираюсь я вообще уже избираюсь на пять раз я избирался даже опытный депутат практически да я с десятого года депутат когда вас прием проходит сразу скажу нас прием проходит то есть я не делю на прием у меня каждую среду могут люди обратиться у меня приемная она и моя и приемная депутата государственной думы андрей николаевич свинцова это улица кирова дом 53 это напротив фмс рядом с судебными приставами то есть у нас такое расположение это люди если не находят поддержку в каких-то организациях они с удовольствием мы их ждем и готовы оказать помощь в том числе и юридическую помощь у нас проходят бесплатные консультации но у нас достаточно большой поток людей то есть мы не делим жители по округам то есть мы все равно если приходит с вашего округа то сам бог велел да конечно тоже гамма не денешься потому что если с другого круга придут с каким-то невероятным запросам то можно еще как-то здесь если придут уже надо выполнять с какими приходят сейчас просьбами что в основном обсуждается и где ваша сейчас основная депутатская работа сосредоточена но вы знаете так наверное получилось может быть но все равно приходит в основном жалобами 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 где-то где-то кому не нравится благоустройство где-то не устраивает вывоз мусора где-то недолжное внимание там администрации просят обратить внимание на что-то на какую-то проблему не горят фонари в основном мелочные проблемы вопросы здравоохранения волнует льготные лекарства онкобольные то есть возникает сразу же вопрос как бы у нас практически все весь депутатский корпус здесь перебывал мы всегда напоминаем что депутация это депутатов это же самый такой первый депутат да на встрече с избирателями потому что там уже московская областная дома потом государственная дума и не всегда депутат по депутату под силу решить например федеральные вопросы когда речь о тех же лекарствах вряд ли наверное это решается на уровне вы знаете вот как раз по местной администрации отношении между депутатами разных уровней в лдпр но вы понимаете жители не знают и наверное в общем может быть и не должны знать если прямо разбираться то депутаты местных советов вот мы муниципальные в общем мы вообще не для того мы не законодательный орган мы представительный мы представляем жителей чтобы их слышать и здесь что-то говорить это прием бюджета у нас не так много полномочий но жители считают что есть депутаты они не делят региональные федеральные еще что есть депутат до который должен решать их не проблема начиная заполнение какого-то заявления то есть они считают что мы зарабатываем денег где-то федеральные говорят что он получает по полмиллиона депутата они считают что и мы получаем эти деньги хотя у нас это даже такая тысячу нас и у нас это нагрузка вот так я рада тебе а вот скажем что депутаты деньги за депутатскую деятельность не получают депутаты конечно не 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 получили то есть это общественная нагрузка ну горя они это не понимают дочь но не понимают может быть она и не нужно всем все знать они хотят чтобы вопрос был решен да Вот вы говорите, лампочка не горит, это понятно, вряд ли в этом, например, кто-то виноват, просто она перегорела, и быстрее через депутата решить этот вопрос, чем кто-то ее увидит, эту лампочку. Вы знаете, даже не быстрее, быстрее может быть через какие-то приложения, сейчас есть доброделы, еще что-то, но все равно у жителей, даже которые не участвуют в выборах, не входит голосовать, у них есть устойчивое мнение, что есть депутаты, опять же повторюсь, что, наверное, эти депутаты получают какие-то огромные зарплаты, и что депутаты должны что-то делать. Ну вот просто должны, они должны набрать телефон депутату, и тот должен, как волшебник, все это исправить. Ну вот и вот, набирают телефон или приходят, какие вопросы вот на сегодняшний день, ну, например, что вам удалось решить, какие-то конкретные вещи? Нет, ну, вопросы мы практически, ну, большинство решаем, то есть есть вопросы, что мы говорим, мелочные, которые это уровень звонка, телефон в управляющую компанию где-то подобрать, потому что... А, кстати, работает, если в управляющую компанию дозванивается депутат и говорит, депутат такой-то, почему там у вас? Ну, зачем, почему? Мы люди корректные, мы просим просто, звоним коллегам или еще кому-то, и просим, вот, ну, вот есть жалоба. Тем более, в Совете депутатов много представителей. Да, надо ее просто решить. И, как правило, все решается. То есть это мелкие вопросы, да, с более крупными. Приходится обращаться и к депутатам Государственной Думы, это касаемо лекарств. Очень много, честно скажу, проблемы в Люберцах было решено, особенно с представлением медицинской помощи тяжелым больным, которых только, наверное, при обращении к министру здравоохранения Российской Федерации они брали на свой контроль. И, может быть, даже минуя какие-то барьеры, потому что, опять же, честно будем говорить, что Люберецкое здравоохранение тоже не может не показать свою некомпетентность и сразу направить в федеральный какой-то медицинский центр, там, пробовать здесь решить. Но те люди, которые обращаются, мы стараемся помочь. Сейчас помогаем опять же. Ну и потом, понятно, что еще такой момент есть. Мы все люди, все мы, как говорится, человек, и иногда кажется, что вот если в Москву или еще куда-то, то это решится сразу. Вот вы говорите про врачей, а, опять же, практически все заведующие всех направлений, даже самых таких узких, у нас тоже здесь в студии перебывали, и мы видим, что даже при сегодняшней, ну, скажем, сложности, которые возникают уже с появлением оборудования, они будут возникать и так далее, все равно в Люберцах иногда есть оборудование, которое получше и бесплатно, чем ехать куда-то, платить сумасшедшую деньги и платить. С вами полностью согласен. Больше скажу, что я возглавляю комиссию в Совете депутатов по здравоохранению, молодежной политике и физической культуре, и у меня хорошие, добрые рабочие отношения с главным врачом Семенцовым. Я лично знаю практически всех руководителей поликлиник, стационаров, и у меня очень, не хочу просто кого-то выделять, там есть с кем-то больше я общаюсь, с кем-то меньше, стараюсь награждать, потому что у нас... А как награждать? Ну, у нас же есть какие-то поощрения в виде грамоты, знаки Совета депутатов, то есть это же... А списки поддаются, да, на Совете? Да, списки, конечно, подаются, подаются заведующими отделениями, и мы стараемся как-то все это... Владимир Петрович поощряет это, то есть, ну, люди за свою работу должны получать какую-то награду. Понятно, что в нашем случае в Люберцах, в Московской области, все, не буду говорить по Люберцах, там, зарплата пониже, чем в Москве, и мы находимся очень близко, да, мы говорим о медиках. И о учителях, кстати, учителях тоже такая же проблема. Ну, все тоже, да, такая же проблема, вот. Вот, и есть у них, там, возможность, там, убежать, там, и желание, еще что-то. Но молодежь работает с удовольствием в Люберцах, потому что наработать тот опыт, я, там, дружу со многими отделениями, с хирургическими отделениями, то есть здесь позволяют ребятам работать, оперировать, нарабатывать руку. И, конечно, если бы, наверное, может быть, плохо говорю, правительство Московской области немножко поддержало где-то, может быть, увеличило немножко зарплаты, еще что-то, то мы были полностью обеспечены медицинскими кадрами и с нашим оборудованием. Да, но тут еще другая составляющая, да, есть, что люди, почему еще, например, уезжали, сейчас, мне кажется, немножечко это такой вот поменьше стал поток, а вот еще там лет 10 назад, почему уезжали, потому что Люберцы были как место для сна, то есть приехал, поспал, да, позавтракал, поехал на работу в Москву, потому что так удобно. А потому что с инфраструктуры, да, мы понимаем, что трассы, дороги, пробки, парки, то сейчас, конечно же, есть, насколько я так понимаю, может быть, вы подтвердите или опровергните меня, что все-таки про инфраструктуру думают, и Совет депутатов тоже зачастую нам рассказывает о том, что курируют вместе с администрацией работу парков, то есть благоустройство территории, начиная от лампочки и шлагбаума, как вы сказали, да, и асфальта, заканчивая, значит, не только удобными дорогами, но и дорогами с точки зрения правил дорожного движения, чтобы было безопасно, ну и плюс зона отдыха, потому что если человек работает, и ему не нужно для отдыха, для развлечений ехать в Москву, то он, в принципе, может спокойно здесь существовать, и в Москву выезжать гораздо реже, просто как на экскурсию. Вот в этом направлении. Да нет, ну, конечно, здесь как можно отрицать, но у нас создаются и парки, и вот недавно парк открыт на нашем округе, это лесная опушка. Конечно, о таком, наверное, в 2010 году, когда я первый раз там избирался, мы и не могли мечтать, то есть, как и о многих других вещах. Но, опять же, говорю, рядом Москва, людям есть с чем сравнивать. Сейчас у них, может быть, завышены какие-то амбиции, да, планка, они видят парк Патриот, еще что-то там, какие строятся церкви. Ну, очень тяжело объяснить людям, почему у них бюджет один, почему они могут себе позволить, у нас другой. Но я считаю, что соревноваться, наверное, мы не можем, но поддерживать такой уровень, чтобы при выборе ехать в Москву погулять или остаться у себя, то, я думаю, что уже многие остаются погулять у себя в городе. Ну, где более, что, да, вот у нас недавно был прямой эфир с главой, и много говорили, например, о парке Лесная Пушка, где там, в общем-то, да, для спорта открыт. Дело в том, что наш гость еще является президентом Федерации борьбы на поясах Московской области, и, как вы слышали, курирует молодежь, медицину и спорт. Сразу три таких важных направления, я имею в виду, в комиссии. И вот эти парки, наверное, позволяют, да, решить эту проблему, так называемого ЗОЖа, здорового образа жизни, который, ну, у большей части, особенно молодого населения, сейчас популярен, по крайней мере. Надо эту популярность поддерживать. Да, мы ее поддерживаем тут, и пытаемся, у нас и помощники возглавляют различные структурные подразделения администрации по спортивным направлениям. Вот, и, конечно, если говорить про Октябрьский, то парка Лесная Пушка, то есть, ну, огромные возможности дает людям по утрам заниматься спортом. Ну, не только по утрам. Не по утрам, круглые сутки можно заниматься спортом. Он там освещенный, легкая атлетика, там уже проводятся еженедельные, там такие старты, как там «Четыре версты», то есть, любые желающие бегают в компании единомышленников. Ну, как ни крути, как бы Москва тут нам не показывала свои возможности, все-таки воздух, все-таки лес, лесная пушка, все-таки парк. Ну, согласен, нет, нет, согласен. То есть, у нас есть, конечно, и водоемы, ну, в Москве есть и водоемы, и леса, и... Немножко там по-другому. Ну, рядом с нами парк Кузьминки, у нас Лосиный остров, то есть, в нашем направлении они есть, с чем сравнить, там, и нас, и их, и люди, в общем-то, ездят, и туда, и сюда. Ну, опять же... Пусть будет больше парка, да, и пусть будет парк рядом с домом, чтобы далеко все-таки не ехать. Сейчас сделаем небольшую паузу, напомню, что у нас в гостях Андрей Хромов, депутат, это депутат городского округа Люберцык, говорим о депутатской деятельности, ну, и через некоторое время продолжим, дождитесь. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко, у нас в гостях Андрей Анатольевич Хромов, депутат, это депутат городского округа Люберцык. Вот в первой части мы поговорили о парках. В последнее время практически все и представители депутатского корпуса, и администрация, и представители культурных, скажем так, направлений, которые к нам сюда приходят, и спортсмены, они, естественно, говорят, что развитие парков, безусловно, существует, и оно перед глазами где-то лучше получается, где-то еще придется вкладывать какие-то средства и так далее. Плюс транспортная система, когда и МЦД, и Октябрьский проспект запущен в том виде, в котором он есть сегодня, и, возможно, он будет дальше еще каким-то образом продолжать реконструировать, в общем-то, городской округ. Но с чем еще сталкивается сегодня депутат, когда к нему приходят люди, и какие наказы вы получаете, тем более, что скоро же будет формироваться бюджет? Мы, кстати, сегодня на Совете депутатов приняли за основу бюджет. 1 декабря пройдут публичные слушания, то есть каждый житель может внести изменения, может быть, он там не знает, как это. Каждый житель может ознакомиться с этим бюджетом, какие денежные средства мы тратим, на какие направления. А когда будет принято кончать, когда должна быть принята окончательная версия бюджета? Ну, 1 декабря пройдут публичные слушания, и по результатам публичных слушаний будет назначен Совет депутатов, на котором мы этот бюджет утвердим в том или ином виде, там, с изменениями, возможно, какие-то будут, то есть сейчас мы начинаем над ним работать. Ну, вот декабрь – это такой период для депутатов, когда предновогоднее настроение, при этом надо бюджет принять, но при этом еще зима, она разная сейчас. Зимой может лето ненадолго вернуться, а летом может неожиданно зима, но тем не менее зима все равно немножечко свое отберет, будет холодно, будут какие-то, наверное, не приведи господи, но технические сбои, аварии, не всегда бывают, люди обращаются, наверное, с этими вопросами. Вот насколько вы, как депутат, по вашему округу, с вашими коллегами вокруг, так сказать, готовы к этому зимнему, уже новогоднему сезону, когда часть людей расслабляется, а часть людей вынуждена напрягаться, чтобы все было хорошо? Мы готовы всегда, плохо говорить, хотя мы это не работаем, но 24 на 7 мы готовы принимать людей. Я больше скажу, что меньше народу, мало народу приходит на прием в приемную, вот лично ко мне. Мне значительно удобнее звонки и подъехать к человеку. Я считаю, что, ну, все-таки же такая у нас городской округ Люберцы вроде бы и небольшой, но транспортная доступность, пока у нас пробки, а если это мы говорим, там, Октябрьский поселок, из него бывает тяжело выехать, приехать, то есть приходится брать на себя такую обязанность, ну, проще вечером заехать, поговорить, и, ну, 80% вопросов решаются без заявлений, без обращений. То есть депутат идет к народу, помните, как Гора и Магомед, да? Ну, оно так удобнее и, мне кажется, так приятнее, то есть я не скрываю там мобильный телефон свой, мне может практически любой позвонить в любое время суток, он на сайте. А вот отчетность как-то проходит, ну, у вас, во-первых, есть по закону, но, наверное, особенно, тем более вы депутат с опытом, вы же прекрасно понимаете, что отчетность – это такой шаг на будущие выборы, да? Ну, сейчас социальные сети, раньше, знаете, может быть, когда писался закон, это было давно, там, 2006 год, не было развита там социальные сети, интернет, еще что-то, и приходилось депутату в вочном формате отсчитываться перед своими избирателями раз в год. Ну, раз в год – это мало, и многие его не видели. Сейчас, в общем-то, благодаря там сетям ВКонтакте, не знаю, кто-то, одноклассниками, то есть каждый житель может отслеживать работу своего депутата, если он показывает ее, что он делает, и многим, многие, может быть, и выбирают депутата, к которому обратиться по делам, которые он публикует в социальных сетях. Ну, это такой важный момент, что если вы помогли кому-то, то этот человек может рассказать другому, но этот обратится к вам, то есть такая идет правильная популярность, не популизм, да, который иногда присущ, ну, скажем так, депутатам-политикам, ну, это, наверное, прежде всего мы о Госдуме говорим, а именно то, что нужно конкретно людям и в бытовом плане, и в плане семейном, и так далее. Детские сады, школы, обустройства – вот такие вопросы к вам, социальные вопросы. Какие сегодня работают для вас? Ну, вы знаете, детские сады, школы, ну, как правило, бывает, если люди недопонимают, каким образом, там, знаете, очень много просят детей устроить, не знаю, как правильно, помочь в конкретный детский садик, хотя прописаны в другом месте. То есть у нас налажено взаимодействие с управлением образования, то есть мы, и управление образованием идет на какие-то уступки, и решает эти проблемы, потому что люди могут прописаны в одном месте, проживают фактически в другом месте, и говорят, передвижение, все-таки же должны дети ходить в детские садики и школы, ну, там, в прямой близости, то есть невозможно, там, возить ребенка каждого года. Но опять же, пробки, да. Не каждому это и под силу, то есть есть работающие мамы, неработающие. Вот, мы пытаемся, то есть эти вообще вопросы, как, знаете, вот, которые решаются с управлением образованием путем звонка. Тут, наверное, еще возникает такая тема, одно дело, когда есть, ну, популярный детский сад, и не обязательно он действительно эту популярность, ну, отрабатывает, что называется, просто в народе говорят, а есть, когда действительно люди поговорили, пообщались, им сказали, что вот сюда, наверное, лучше не нужно, лучше вот на машине повези туда. Это что же существует такое вот? Ну, как правило, больше скажу, что они, наверное, в большинстве своем заблуждаются. Я не видел там больших отличий между там детскими садиками, хотя в быту такая популярность есть, и просят, можно вот в этот детский садик, потому что там лучше педагог, или я хочу, вот, помогите вот к этому педагогу в первый класс попасть, почему-то он лучше. Ну, пытаемся разговаривать, возим родителей в эту школу, знакомим с одним, с другим. Это просто от, не то, что неинформированности, наверное, то есть у них жителей. У нас везде нормальные педагоги, они везде с хорошей квалификацией. Вот. И мое мнение, что может быть только удобство или неудобство вот в расстояниях. Понятно. Не все можно, не все жители там могут попасть в детский садик в непосредственной близости у своего дома. Наказы. Какие наказы же есть, которые, как мы уже говорили, в долгую, да, ну, которые, они работают, но их не сразу можно выполнить, да. Но все равно рано или поздно до них руки должны дойти, или они делаются частями постепенно. Вы, например, можете сегодня наказ получить? То есть вот когда к вам обращается человек, ну, серьезные проблемы. Это как наказ идет, или это просто как обращение идет? Или будет время сбора очередных наказов избирателей? А вы знаете, оно сейчас идет практически все как обращение. То есть из этих обращений мы, наверное, относительно сами формируем. Мы видим, мы же тоже жители города, и все обращения идут либо... Понимаете, мы привыкаем очень быстро к хорошему. Сейчас огромное количество детских площадок. Когда поселок Октябрьский входил в городской округ Люберсы, у нас их было несколько всего. За первые 2-3 года мы с коллегами, мне кажется, настолько наполонили своей работой и обращением в администрацию, и, может быть, там, настырностью, то практически сейчас в каждом дворе есть либо спортивная, либо детская площадка. И причем до такой степени, что жители говорят нам уже куда? Это уже очень много. То есть нету места, нету травы, а все вы заделали детские площадки. Где-то их, наверное, не хватает. Где-то они еще, наверное, старые и требуют ремонта. Или вообще сносы и постройки. Сносы и постройки нового. Но каждый год 10% детских площадок строятся. Они ремонтируются, они обслуживаются, появляются катки. И я больше скажу, что на нашем округе, если взять поселок Октябрьский, я думаю, что, наверное, самая плотная оснащенность как спортивными, так и детскими площадками. Ну, тут как раз вас говорит человек, который работает в комиссии, в том числе и по спортивной тематике, да? А там еще есть молодежная тематика. Вот давайте немножко про это поговорим. Потому что у нас тут даже не были, были недавно здесь осенью ребята из молодежного парламента. Мы видим, что довольно активная такая жизнь существует. Ну, да. И политическая, и студенческая. Только недавно мы сформировали новый состав, буквально, наверное, около месяца назад. Очень много активных ребят, есть очень много, уже можно сказать, специалистов. Они как? Они карьеристы или они все-таки действительно хотят помочь округу? Мы понимаем, что некоторые просто хотят стать чиновниками, потому что это модно. А некоторые действительно, наверное, хотят делом заниматься. А некоторые могут совмещать в себе карьеризм и полезные дела. Вы знаете, там возраст очень... Разный? Разный. То есть там есть, вошел и школьник еще, и вошел человек, которому 34 года. То есть у нас сейчас молодежь с каждым годом все растет, растет возраст скоро. Да, да, да. И она догонит, наверное, и меня, может быть, по возрасту, и тоже буду молодежью. Ну, все на это рассчитывают. Да, да, да. Ну, до пенсионного, чтобы не дойти. Ну, да. Вот. Поэтому для какой цели? Я думаю, что молодым ребятам это просто интересно. Кто-то может быть какие-то цели преследовать, что, будучи в молодежном парламенте, у него появятся какие-то возможности нереализованные, которые не может человек, там, будь то не хватает финансов, не хватает знакомства. Вы знаете, молодежный парламент – это такой, наверное, орган, который имеет больше доступно к совету депутатов, к администрации, где собираются ребята, у которых примерно одни цели. То есть любой коллегиальный орган – это, прежде всего, коллектив. Ну, командная, да, командная игра. Это коллектив, причем там собираются разные, взять совет депутатов, у нас и педагоги, и врачи, и управляющие компании, и спортсмены, и кого-то. Ну, все, что нужно людям. То есть, ну, все, что нужно людям, и все, что нужно для собственного саморазвития. То есть, когда в шаговой доступности есть человек, который тебе может подсказать. Не каждый знает все. Мне приходилось, ну, чтобы было понимание, я по первому образованию инженер-электрик, закончил Московский энергетический институт. Я, кстати, тоже инженер-электрик, я фестер заканчиваю коллеги. Да, ну, в 2010 году, когда я избрался в совет депутатов, понял, что мне что-то не хватает. Бюджет для меня, это были такие слова, когда работаешь инженером, еще что-то. Я в 2011 году был первый набор, поступил в государство-университет управления, на кафедру госмуниципального управления, в магистратуру. В 2014 году закончил ее. Ну, появились какие-то знания, появились общения. Сейчас я вхожу в госкомиссию, принимаю дипломы, там, экзамены у студентов ГУ. Потом появилась необходимость, очень много мы защищаем людей в судах. То есть мы не отказываем людям, обращаемся в суд. Но КАС придумал, что не имея высшего образования, представляя чужие интересы, там, будь то-либо депутат или просто человек не может. В прошлом году я окончил МФЮА, юридический факультет, и у меня теперь еще есть юридическое образование. Я вполне свободно представляю интересы и жителей, и просто людей в судах. Ну, то есть такой человек с несколькими высшими образованиями. Они не то, что высшее образование, они прикладного плана, которые, если занимаешься депутатской деятельностью, оказались мне просто нужны для самообразования. Депутатам Совета депутатов городского округа Люберца большое спасибо за участие в нашей программе. Напомню, что это была программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова